И снова всем здравствуйте, друзья мои! И сегодня у нас среда, 19 июля 2023 года. И снова здесь у нас так буйно цветёт гортензия. И это дикая гортензия, как вы видите. Она просто цветёт здесь, на побережье, на склоне, на обрыве. Поразительная история. И она так радует всех, кто здесь проходит мимо. И, конечно же, я не могу её вам не показать. От чего зависит цвет этой гортензии? Кто что говорит по этому поводу. Кто-то говорит, что её специальным раствором поливают, чтобы она была синяя. А чаще всего она, конечно, розовая. Но вот видите, нет. Оказывается, что и здесь, в диком произрастании, она тоже красивого синего цвета, голубого. И когда так буйно цветёт она здесь, огромными шапками, то вот эти маленькие розочки внизу кажутся такими незаметными. А ведь это тоже дикие розы. Иногда даже удивление такое приходит, знаете, как может быть дикие кусты так обильно цвести. Никто их не удобряет, никто их не поливает, никто за ними не ухаживает. Но, тем не менее, вот такая красота на диком берегу. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. А берег здесь и правда высокий. Посмотрите, это если с высокой съёмки, с хеликоптера снимать. Вот так этот берег выглядит. Я когда-то вам показывала, какие здесь у нас бывают оползни, овалы. Посмотрите, видео вверху вам всплывёт. Но, вы знаете, вот всё равно цветы. Хотя этим кустам совсем немного лет. Говорят, что не больше пяти лет. Вот так они красиво растут. Посмотрите вдалеке вот эту скалу. Скала. Такой у неё белый обрыв. Видите, там за лестницей. Это называется Калвердаун. Только с другой стороны. Очень часто эту скалу я показываю вам с другой стороны, со стороны Сандауна. А это вот за поворотом, так скажем. Это Бэмбридж у нас. Вот. Сейчас покажу вам, как она выглядит с другой стороны, эта скала. Вот так она выглядит. Я надеюсь, что вы её помните все. Очень много моих прогулок здесь. Я вам снимала видео. Рассказывала даже, что когда-то эта скала называлась «Скала самоубийц». Кстати, вы знаете, это видео довольно интересное. Но мне Ютуб запретил его. Вообще заблокировал Ютуб. Довольно странно порой себя ведёт эта компания. Ну да ладно. Так вот, что я хочу, друзья, рассказать. Сейчас я вам покажу, почему вдруг я вспомнила эту историю, которая произошла год назад, вот в связи с чем. Обратите внимание на эту надпись. Обязательно надо перевести. Будет 52-й, 2019-й. Уже этот Мишель был довольно взрослым человеком. Это его, как тут написано, последнее купание. Дословный перевод «Бунс Ласт Пост». Последнее пристанище костей вот этого человека Мишеля. И лет ему 67, как по датам можно определить. Так вот, вы знаете, во-первых, кстати, последнее пристанище костей. Как-то для меня, например, непонятно, что человек там утонул или что-то такое подобное. Ну, я перевела именно так, что что-то там случилось с этим человеком. И я вспомнила свою историю, как раз, которая произошла здесь, вот на побережье Калвердаун. И это очень-очень странно было. Я едва там не утонула. Я человек авантюрный, как я много раз рассказывала. И мне хочется постоянно гулять на каких-то новых местах. И я, вот знаете, преодолеваю препятствия. Иногда эти препятствия бывает довольно сложно преодолевать даже людям молодым. Ну, а мне всегда хотелось вот туда завернуть за край этой скалы. Тем более, что я гуляла здесь очень далеко. Но никогда в самый-самый конец туда я не подходила. И вы знаете, что меня подвигло все-таки туда пойти? Я видела, что здесь такое огромное нагромождение ко мне. И ходить довольно сложно. Но вот я иду, помню как раз. Идет мне навстречу женщина моего возраста. Такая полноватая. Даже, наверное, по комплекции полнее меня. Она идет с собачкой прогуливается. И уже идет мне навстречу, как бы даже оттуда из-за угла. Я у нее спрашиваю, а вы что, туда за угол ходите? Она говорит, да, я туда с собачкой гуляю постоянно. Я говорю, что серьезно? И там можно пройти? Она говорит, да, вот сейчас отлив, и как раз вы сможете пройти. Я еще так удивилась. Думаю, ну хорошо, если с собачкой женщина смогла туда пройти, так пойду и я. И я пошла. Женщина, как вы понимаете, коренная англичанка. И когда я уже пошла, 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 стала скакать по вот этим вот ужасным камням, она мне кричит такая, good luck! И расхохоталась. Меня это немножко напрягло. Думаю, какое-то странное такое поведение у женщины. Но все-таки я ей поверила. И я пошла. Вот посмотрите. Чем ближе я подходила к этой скале, к повороту этой скалы, тем страшнее там было идти. Ну, конечно же, вы видите, отлив. Вода ушла. Но, тем не менее, она здесь кое-где еще оставалась. Конечно же, было идти очень красиво. Я люблю все это наблюдать. Там камешки, крабики. И вот так вот, перепрыгивая с камня на камень, я все продвигалась и продвигалась. Кажется, что вот он, рядом этот поворот. Но, тем не менее, вы знаете, мне пришлось там скакать, наверное, еще минут 30. И все-таки, несмотря на все странности, на все трудности этого пути, я уже поняла, в общем-то, что я пошла, наверное, зря. Что мало ли что случись. Камни очень скользкие. Можно поскользнуться. И если, не дай бог, здесь упадешь на камнях, то тут и голову можно разбить. Не говоря уже о том, что можно руку-ногу поломать. Вы представляете, да? При том, что, еще раз повторяюсь, камни все обросшие вот этими водорослями, они очень скользкие. Я поняла, что я, наверное, зря пошла туда. Но, когда я обернулась и посмотрела на тот путь, который я уже прошла, во-первых, мне как-то даже стало немножко обидно. Как же я тут совсем-совсем немножечко. Ну, кажется, руку протяни, и я уже там за поворотом. Я думаю, нет, ну не буду я возвращаться. Тем более, что обратный путь мне показался более длинным. В общем, так скажем, я сама себя загнала в ловушку. Мне уже было, знаете, как-то недосъемок. А вы же видите, что я еще пыталась тут поначалу что-то такое снимать вам на камеру, делать видео. А это стабилизатор, и эта рука занята одна. Второй рукой я помогаю себе, когда я перепрыгиваю с глыбы на глыбу. Друзья, это было, наверное, все-таки самоубийственное предприятие. Значит, мало того, это был апрель месяц. Довольно прохладная вода. Сначала я, когда перепрыгивала с камушка на камушек, я еще была в одежде. И я думала, что я не замочусь. Вода, в общем-то, холодная. Но когда я вот таким вот образом, по вот этим страшнейшим огромным глыбам, проскакала где-то полчаса, у меня стали коленки трястись. Я устала ужасно. И, конечно же, я поскользнулась однажды и упала в воду, упала в куртке. В бриджах. Слава Богу, что кроссовки у меня уже были мокрые на ногах. Конечно же, я их не снимала. Ну и мне пришлось с себя все это снять. Я запихнула куртку сзади в рюкзак с бриджами, со штанами. И пошла просто раздетая. Предприятие затягивалось это. Мне стало просто страшно. Я подумала, господи, что я творю? Увидел бы кто-нибудь эту глупую женщину, которая одна, единственная, пошла по этой дороге. По-моему, там больше, кроме меня, наверное, никто не ходил. Рядом со мной летали чайки. Они садились неподалеку на камни. Даже цапли появлялись. И все так странно-странно за мной наблюдали. Конечно же, ни о какой съемке уже речи не было. Я все это тоже, свой стабилизатор, все это спрятала. Вы знаете, друзья, я все-таки дошла вот туда, до угла, до поворота. Когда я дошла до поворота, там оказалось, что вода никуда не ушла. Там оказалось очень-очень глубоко, у самой этой скалы. Когда я уже практически подошла держась за эту скалу, мне стало ужасно страшно. Там вода бухала об эти камни. Я держалась едва-едва-едва. Этот рюкзак у меня сзади, за спиной, он уже тоже весь намок. И, в общем, когда я попыталась там как-то пройти, мне уже вода там была больше, чем по грудь, выше, чем по грудь. И это было уже не смешно, и это было уже действительно реально страшно. Я решила, нет, еще карабкаться вот, чтобы завернуть вот за этот угол скалы, там надо было еще пройти, наверное, метров сто. И ведь это не пройти, как вы понимаете, в полном смысле слова, как если бы я шла вот по этому обычному берегу. А это было что-то невообразимое. Я подумала, а вдруг там где-то грот, а вдруг там что-то такое меня затянет, какое-то течение. В общем, я испугалась не на шутку. И когда я уже почти решилась на то, чтобы еще чуть-чуть и пройти, я вдруг обратила внимание, что мой рюкзак совсем весь мокрый. Когда я повернулась посмотреть, что с моим рюкзаком, оказалось, что от того, что я прыгала с камня на камень, молния на рюкзаке расстегнулась, и все, что было в рюкзаке, все выпало, и все, скорее всего, утонуло. Вы знаете, я была просто в шоке. Моя куртка, мои любимые бриджи, стабилизатор, мой мобильный телефон, в общем, все. Единственное, что осталось на дне рюкзака, это были ключи от машины и от квартиры. И вот связка этих ключей и какая-то еще мелочь, они там, в самом низу рюкзака, на дне остались, сохранились. Вы знаете, друзья, я не знаю, как даже вам передать мое состояние. Мне хотелось рыдать, но мне нужно было еще назад как-то дойти. И это была история очень запоминающаяся. Когда я там практически ползком, кое-кое-как, уже, наверное, даже не по камням, а больше по воде, потому что начался прилив, я пришла, я не чувствовала холода, ничего. Я только шла и думала, хорошо, что у меня еще есть какая-то футболка, что я не совсем разделась. Брюки мои утонули, так же, как и куртка благополучно. Единственное, я подумала, слава богу, что у меня еще плавки от купальника. Но, тем не менее, вот так вот идти, как вы понимаете, я была не на своей машине, а я приехала на автобусе. Пенсионный проездной на автобус остался в кармане куртки. И я стала считать мелочь. Еле-еле, в общем-то, там у меня наскреблось на обратный билет на автобус. Но я решила, что я все-таки дождусь вечера, чтобы людей было как можно меньше, чтобы вот этот вот мой позор наблюдали не все. Думаю, ну, с водителем я как-то объяснюсь, скажу, что вещи украли. И, вы знаете, мне тут еще повезло, когда я уже просто сидела на пляже, ждала, когда потемнеет, когда людей будет не так много, я увидела там одинокое брошенное полотенце. Я это полотенце взяла, я обмоталась этим полотенцем, сделала из него как бы подобие юбки. И вот таким вот образом я вернулась назад, приехала домой. И я была счастлива, что у меня остались ключи от квартиры. Вы знаете, я решила как можно быстрее забыть всю эту историю. И больше я уже, конечно, по незнакомым местам и по каким-то камням, тем более, стараюсь не скакать. И еще интересно, что я бы, конечно, не пошла туда, если бы меня не уверила вот эта вот англичанка с собачкой. Я потом спрашивала у многих англичан, кто там живет, а можно ли вот пешком как-то в малую воду там пройти. Мне сказали, что нет, даже не стоит рисковать. Очень сложно, очень трудно. И никто там никогда не ходит вообще. То есть вот эта странная англичанка, она, наверное, вот таким образом решила надо мной подшутить. Мне непонятно этот резон, друзья. Ну и еще, вы знаете, я ведь вот решилась вам рассказать эту историю, только лишь увидев вот эту вот грустную надпись здесь. Бонс Ласт Пост. Последнее пристанище костей. И я подумала, вот, наверное, тоже под той скалой, возможно, такая надпись была бы в память обо мне. Хотя вряд ли. И это тоже. Я наоборот подумала, что если бы я там вдруг утонула, то меня хватились бы вряд ли. Вы понимаете, какая страшная история, друзья? Поэтому теперь я гуляю только вот по таким чудесным бережкам, спокойным и тихим. И вам я эту историю рассказала спустя год. Но и надеюсь, что вы, конечно же, никому не расскажете о моей глупости. А сегодня у меня для вас все, друзья. Всего вам доброго. Всем пока-пока. Пожалуйста, берегите себя. И не будьте такими беспечными, как я. Субтитры сделал DimaTorzok